Привет, друзья! Я Александр Беляк, рад вас приветствовать на своем канале. Здесь мы читаем книгу «Псалтырь» и сегодня у нас 48-й Псалом. Жизнь христианина зависит от уровня познания Слова Божьего. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 3.16. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга» и так далее. Итак, Слово Христово не просто должно оставаться у нас в разуме, оно должно вселяться, оно должно, другое место Писания говорит, укореняться. И то, что помогает Слову Божьему обживаться в наших жизнях, это когда мы делаем это друг с другом. Когда мы поем Слово Божье, размышляем над Словом Божьим, читаем друг другу Слово Божье, сами себе читаем Слово Божье, проповедуем кому-то, кто-то нам проповедует. То есть любое взаимодействие со Словом Божьим как раз и приводит к тому, что мы лучше и лучше понимаем, оно утверждается в нас. И в конечном итоге уже не мы живем, но Слово Божье, оно проживает в нас. И мы уже раньше говорили о том, что настоящая жизнь христианина – это сколько Слова Божьего в нас, и как мы позволяем ему действовать в нас и через нас. Поэтому, друзья, давайте будем продолжать пребывать в Слове Божьем. Этот проект как раз и призван помочь этому, чтобы мы вместе объединились вокруг Священного Писания. Поэтому давайте будем вместе читать, будем вместе размышлять, делиться нашими размышлениями в комментариях, будем применять в своей жизни Слово Божье и, конечно же, передавать тем людям, кто рядом с нами. Если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это прямо сейчас, чтобы вы не пропустили новые видео, которые я готовлю для вас. 48-й псалом касается самой сильной реальности жизни – неизбежности смерти. Это произведение относится к псалмам мудрости, то есть, соответственно, его назначение – научить нас. То, что псалмопевец собирается сказать нам, настолько важно, что внимать всему он призывает все народы, всех живущих во Вселенной, независимо от социального и материального положения. Ну и наверняка вы сможете увидеть, что местами этот псалом созвучен с книгой притчей, Иова, Экклесиаста. Первая часть псалма посвящена размышлению о смерти как о событии общему для всех людей. Вторая часть показывает размышление в смерти для всех людей. Вот в чем дело. Оказывается, псалмопевец не просто говорит о смерти, а его учение посвящено извечной проблеме при успевании нечестивых. И не только этому. Ведь нечестивые не только процветают, но их успех является также искушением для праведных. И по сути в своей песне автор объясняет, что участь праведного несравненно лучше тленного богатства и приходящей славы гордецов, которые не знают Бога. Итак, автор псалма говорит, что думать и чувствовать себя, как думают и чувствуют надеющиеся на свои силы – это безумие. И в то же время из поколения в поколение это безумие поражает людей. Но ведь если человек не ищет Бога и его царство, он погибнет. Как бы неверующий не уповал на свое богатство, он никак не может откупиться от смерти. С другой стороны, говорит автор, тот, кто живет для Бога, будет избавлен от власти преисподней. Новый Завет еще больше открывает безрассудство упования на богатство. Вот только некоторые примеры этого. В 12 главе Луки Иисус говорит о богаче, который так и не сможет воспользоваться накопленным имением, потому что его жизнь закончилась. И тем самым Господь наставляет нас выбирать другой образ жизни. 16 глава Евангелия от Луки в притче о богаче и нищем Лазаре показывает, как после смерти все может измениться. В других местах Писания Иисус учит собирать сокровища себе на небесах и использовать временные ресурсы для приобретения будущих благ. Дальше апостол Иаков предостерегает, чтобы богатые люди, они не думали о себе более, нежели должно. Апостол Павел говорит о пагубности желания обогащаться и наставляет быть богатыми верою. С другой стороны, Новый Завет также показывает и перспективы для верующего человека. Прежде всего, конечно же, это обещание вечной жизни для всех верующих в Иисуса Христа, которое уже начинается здесь и никогда не закончится и приведет нас в мир абсолютного изобилия. Сам Иисус обещает позаботиться о нашем жительстве на небесах. Ну и, конечно же, мы читаем, что верным обещаны еще и награды в дополнение ко всем тем благам, которые мы можем получить уже из-за нашей веры в Господа. В заключении остается отметить только то, что невладение богатством делает человека нечестивым, а расположение сердца, когда человек считает, что именно богатство является наивысшим благом. Апостол Павел в первом послании к Тимофею в 6 главе абсолютно прямо говорит, что корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Никогда не стоит ради накопления богатства размениваться своим призванием или уходить от воли Божьей. Иисус напоминает нам, чтобы мы искали прежде всего Царство Божьего, правды Его, и все необходимое для нашей жизни и благочестия, как написано во 2 Петра 1 главе, уже дано нам. Давайте будем доверять нашу жизнь Господу. И, конечно же, пусть успех нечестивых не соблазнит нас и не приведет в уныние. Надеюсь, вы получите много благодати от изучения этого псалма. Буду благодарен, если вы оставите ваши комментарии, ваши размышления над Словом Божьим. Не забывайте применять Слово Божье и передавать его тем людям, которые находятся в вашем окружении. С вами был я, Александр Беляк, и я желаю, чтобы Божья благодать наполняла вашу жизнь каждый день.